Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В том, что недостаток инсулина не помеха, счастливому детству убедился Павел Юрасов. Пока детей захватила магия кино, у родителей освободилось полтора часа для того, чтобы обсудить общие проблемы, проконсультироваться с детским врачом и спланировать свой день. Ведь дальше детей поведут на мастер-класс по изготовлению пиццы. Концерт в условиях заключения. О том, как творческие коллективы стараются скрасить однообразные будни осужденных и тех, кто еще находится под следствием, расскажет Елена Хромова. Творчество и искусство способны объединить всех, даже тех, кто нарушил букву закона. Даже в местах лишения свободы человек может не ощущать себя оторванным от культурной жизни. Заводная музыка, яркие костюмы и блистательные движения. В атмосферу соревнований по современному танцевальному направлению. Ахунулась Мария Шумейкина. Восточные танцы. Техно, диско или хип-хоп. Зачем выбирать? На открытом первенстве ЦФО есть все танцевальные направления. Итоги работы за год и несколько важных кадровых вопросов обсудили сегодня тамбовские единороссы. 31-я конференция регионального отделения «Единой России» собрала свыше 200 человек, среди которых и новоиспеченные партийцы. Что движет теми, кто только вступает в партию и чем живут эти люди впоследствии, расскажет Юлия Савушкина. Начало 31-й конференции регионального отделения партии знаменуется прибавлением в числе единороссов образованный молодой человек с активной жизненной позицией. Вот социальный портрет новоиспеченного партийца и точное описание Александра Абросимова. Добавить в общий список можно разве что скромность. Это при тех задачах, что поставил перед собой молодой человек. Например, решать проблемы в сфере ЖКХ так, чтобы вести страну только вперед. Давайте пока гадать не будем. Пока я студент и учусь на втором курсе. Я пока и молодой городец, и член молодежи в парламенте области. Я пока двигаюсь по своей дороге. Всего в работе конференции принимает участие свыше 200 человек. Это партийцы со всего региона и сторонники самых активных отмечают благодарственными письмами. На сцене те, благодаря кому единороссы достигли таких результатов в уходящем году. Это и начало строительства детских садов, и капитальный ремонт в школах, и открытие больше 10 мемориалов. В 2019-м только в Тамбовской агломерации построили около 100 километров дорог. И единороссы вели контроль за ходом работ на каждом участке. Мы никакой критики не боимся и никаких выборов не боимся. Тем более, что рейтинг нашей партии в нашей Тамбовской области остается достаточно высоким, что позволил нам в 2019 году победить на всех выборах, которые у нас проходили. Это в сельские советы и в поселковые советы. Подведение итогов большой совместной работы партии в масштабах всей страны запланировано на 23 ноября. В этот день в Москве пройдет съезд «Единой России». Проведение такой конференции – своего рода подготовка к предстоящему событию. И один из вопросов – кадровый. Делегатов на предстоящий съезд определяют путем тайного голосования. В результате партия должна выбрать пять человек. Всего в столицу поедут семь человек. Член высшего совета «Единой России» губернатор Александр Никитин и секретарь регионального отделения партии Евгений Матушкин становятся делегатами автоматически по партийному статусу. Съезд «Главное событие» в жизни партии «Единороссы» соберутся вместе, чтобы подвести итоги и поговорить о задачах, которые необходимо решить в следующем году. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей. Внимание жителей региона. 15, 16 и 18 ноября этого года в здании прокуратуры области по адресу Тамбов, улица Лермонтовская, 1, будет осуществляться личный прием граждан с сотрудниками Центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Предварительная запись на прием ведется по телефону 725718. Продолжаем выпуск. 15 лет назад на рынке Черноземья появилась «Хорошая кровля». Ведущая компания по производству кровельных материалов Тамбовской области. Крыши многих социальных учреждений, покрытые профлистом, именно их производство. С чем предприятие подошло к своему юбилею, узнал Павел Юрасов. В этом году «Хорошая кровля» отметила 15-летний юбилей. В том, что компания выбрала правильное название, за эти годы успели убедиться практически две трети тамбовчан. Крыши, фасады и заборы здесь производят не только для жилых домов, но и для учреждений социальной сферы. На севере два детских сада, вот сейчас будут запускаться, соответственно, кровельные материалы используются, это наше производство. Школы в том числе. То есть с севера, вот здесь сейчас происходит, вот, очень плотная застройка, очень участвуем там плотно. 12 прокатных станов создают разный профиль металлического листа. Сталь нужны расцветки, толщины проходят сквозь валы станка и режутся на выходе по заданным размерам. Производственный процесс гипнотизирует своей точностью. Сложно представить, но крыша когда-то была свернута в обыкновенный рулон. Только после прокатки и образования характерных волн на листе кровля обретает необходимую жесткость. Здесь же, но уже вручную, изготавливают так называемые доборные элементы. Конек, яндова, ветровые планки и снегозадержатели. Всего в цехе работают 12 человек. Из них всего одна дама. Я здесь работаю уже более пяти лет. Изначально пришло то, что мне очень нравится техника, мне очень нравится работать с производством. Помимо того, что я более-менее разбираюсь в этом, и мне нравится, несмотря на то, что я очень расходился со специальностью. Стальной лист в руках специалистов преображается в черепицу или корабельную доску, поэтому выбрать есть из чего. Клиенты зачастую становятся постоянными. Не так часто бывают, но мне здесь нравится, как обслуживают девчат. Очень внимательные, много предложений, широкий выбор, и цена доступная. Поэтому мы сюда приехали приобрести на забор. Вот профиль есть. В планах у хороших роблей расширять розничную сеть, чему может помочь будущая выставка в геометрии бизнеса. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. Искусство доступно для всех. И даже в местах лишения свободы бывают праздничные дни. Творческие коллективы стараются скрасить однообразные будни осужденных и тех, кто еще находится под следствием. На одном из таких мероприятий побывала Елена Хромова. Творчество и искусство способны объединить всех, даже тех, кто нарушил букву закона. Даже в местах лишения свободы человек может не ощущать себя оторванным от культурной жизни. С этой целью как минимум два раза в месяц в следственном изоляторе проходят творческие встречи с коллективами и людьми искусства. Здесь жизнь делится на до и после. Так произошло и у Яна Фролова. Два года в изоляции, два года раздумий и переосмысления своих поступков. Каждое мероприятие как глоток свежего воздуха, который каждый человек старается впитать в себя. Находясь уже здесь, лишенный всяких соблазнов, которые есть не здесь, более четко понимаешь то, о чем нам рассказывают, то, о чем люди поют, пытаются нам донести. И можно окунуться в атмосферу прошлого, узнать, как это было, чем люди жили. За окном кусты стояли пышно и дурманил запахами сад. На столе вареньки из вишни. Было это 30 лет назад. А сейчас во сне я вижу часто, как обрывки старого кино деда в бурках и рубахе красной, правившего в старой бочке дно. Небольшой кабинет стал актовым залом. Здесь немноголюдно. В зале осужденные, те, кто находится под следствием и сотрудники. На импровизированной сцене народный коллектив «Тальяночка». Они по-матерински смотрят на ребят и своим творчеством стараются достучаться до их сердец. Они на данный момент находятся в изоляции. Они в какой-то степени обозленные. И вот эта конфронтация между властью и этим человеком, то есть ее нужно как-то сглаживать, потому что он должен понимать, что в первую очередь этот человек виноват сам. И он должен осознать эту вину и понять, что к нему плохо, не относятся, и что он ответить должен только за свое преступление. Подобные встречи проходят по пятницам. За пять лет здесь выступали певцы и музыканты, художники и поэты. Именно они становятся той ниточкой с внешним миром, за которую каждый старается зацепиться. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей. В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом для маленьких пациентов детский фонд устроил традиционный праздник. Пользу от общих встреч получают как сами ребята, так и их родители. В том, что недостаток инсулина не помеха счастливому детству, убедился наш корреспондент Павел Юрасов. Первый утренний сеанс, а зал нового для города кинотеатра уже забит до отказа. Зрители больны с сахарным диабетом дети, но удовольствие от фильма они получат и без сладкого попкорна. Лёве 7. В следующем году он пойдёт в школу и поэтому учится самостоятельно считать единицы и пользоваться ручкой. Бывает такое, когда хочется, но нельзя? Да. А что хочется, Лёва? У меня конфеты, а не я. Конфеты, а нельзя? Ну, конфеты мы всё равно едим. После еды, соответственно, всё равно балуемся ими. Может быть, конечно, не совсем правильно, но ребёнок есть ребёнок и сладости хочется даже взрослым. Сегодня подарки от фонда получили 50 семей. Подобные встречи фонд проводит регулярно. Новые знакомства и дружба помогают детям воспринимать общий недуг проще, а родители в таком сообществе находят поддержку. В том году мы брали 100 детей, в этом году чуть меньше. Вот так мы каждый раз меняем. Но мы хотим показать, что об этих детях никто не забывает, что им можно выходить, также участвовать в различных мероприятиях. Наоборот, данному заболеванию больше нужно двигаться ребяткам. И пока детей захватила магия кино, у родителей освободилось полтора часа для того, чтобы обсудить общие проблемы, проконсультироваться с детским врачом и спланировать свой день, ведь дальше детей поведут на мастер-класс по изготовлению пиццы. Всего в Тамбовской области с сахарным диабетом болеют 240 детей. Общемировая статистика говорит о том, что каждые 15 лет уровень заболеваемости удваивается. День борьбы с сахарным диабетом призван привлечь внимание к проблеме и объединить людей в ее преодолении. Павел Герасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. Тамбовские школьники смогут почувствовать себя театральными критиками. Им предстоит написать сочинение по спектаклю малого драматического театра «Смута». Онлайн-показ проходит в рамках проекта «Театральная Россия». У нас в регионе акция проводится совместно с Тамбовским отделением Российского военно-исторического общества. Выразить свое мнение по спектаклю смогут старшеклассники всех школ области. Тамбовская область вступила в реализацию проекта «Театральная Россия». Это уникальный проект, он единственный в мире. Это онлайн-театр, где демонстрируются спектакли ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Управление образования и науки с удовольствием откликнулось и совместно с региональным отделением военно-исторического общества включилось в этот проект. Потому что формы познания сейчас получают свое широкое развитие. Вы не только читаете, вы сейчас ищете информацию в мультимедийном пространстве. По итогам все работы будут проверять специалисты управления образования. Именно они отберут 10 ребят, которые поедут в Москву, чтобы увидеть постановку вживую. Поездки до работы или учебы станут для тамбовчан веселыми и увлекательными. Потому что добираться до места назначения они будут на красивом автобусе. А новое радио в наушниках расскажет им о свежих новостях и поднимет настроение в пути. Одно из первых чудо-транспорт испытала наш корреспондент Мария Шумейкина. Телеканал «Новый век» запускает собственное вещание на Юмор-ФМ. А вместе с ним в городе появляются такие необычные автобусы. Узнать их легко. Оформление такое же яркое и интересное, как и эфир новой радиостанции. Прокатимся! Юмор-ФМ первая и единственная на сегодняшний день радиостанция, основу которой заставляет качественный юмор. Ее эфир каждый день наполняют шутки, фрагменты популярных телешоу и монологи юмористов, которые сменяются главными музыкальными хитами последних лет. Такого радио действительно не хватало в Тамбовской области. Самое главное, что юмор будет поднимать настроение людям, заряжать оптимизмом, настраивать на лучшее. Развлекательная рубрика в формате «Короткая шутка» в исполнении известного радиотелеведущего Николая Фоменко – самая популярная передача Юмор-ФМ. Но полюбившийся формат будет представлен с местным колоритом. С ноября в эфире стартовала программа «Хороший день», где рассказывают актуальные новости региона. Потому что будет и серьезное, правильно мы услышим, и услышим развлекательные программы, конечно. Может, это человек, которому, как бы сказать, нужно серьезные какие-то новости послушать и в то же время расслабиться. Некоторых настолько вдохновил новый формат, что они были бы рады, если бы радио играло в автобусе. Ехать скучно, иногда долго приходится ехать. Ну и слушали бы радио. Люди все уставшие, раздраженные. А вот на этой нотке у них бы поднялось настроение. Ну а пока проигрывать радио в салоне автобуса запрещено. Расстраиваться не стоит. Любимую станцию всегда можно послушать в наушниках. Ищите Юмор-ФМ на частоте 95,9. А яркий автобус на улицах города. Мария Шмейкина, Михаил Мальцев, Тимофей Слатвицкий. Область новостей. Сотрудники Росгвардии почтили память погибших товарищей. Для этого силовики на один день поменяли служебную форму на спортивную. О том, как прошло знаменательное событие, расскажет наш корреспондент Дмитрий Сергеев. 8 ноября в России будут отмечать День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей. В преддверии знаменательной даты Росгвардейцы уже второй год приносят День памяти боевым товарищам в особой форме. Силовики проводят турнир по мини-футболу. Сегодня у нас участвуют пять команд. Это команда управления, команда обеспечения, вневедомственная охрана, СОБР и ОМОН. Выделить фаворитов, знаете, я как бы не могу, я болею за них всех. Это все наши родные подразделения, поэтому мы однозначно болеем за всех. Каждый матч длится два тайма по 10 минут. После этого выходит следующая пара команд. И все это без перерывов. И хотя, по словам Сергея Шишмонина, в этом турнире нет победителей и проигравших, борьба выходит очень жаркой. Илья Баженов занимается спортом с детства. За его плечами легкая атлетика, единоборство и, конечно, футбол. На этом турнире уже в первом тайме первого матча Росбордеец оформил дубль для своей команды. Илья считает, что футбол – это больше, чем просто игра. А такие соревнования – прекрасный способ почтить память погибших. Игроки показывают свой характер, силу, скорость и взаимодействие с играной комбинацией. Они проецируются на выполнение служебных боевых задач. Потому что если здесь, на спортивной площадке, в игре, игроки хорошо взаимодействуют, то и в работе это отразится. Как и подобает настоящим бойцам, все команды сражались до последнего. В схватке за первое место встретились ОМОН и СОБР, где со счетом 3-2 победу вырвали спортсмены отряда особого назначения. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей. В Тамбове прошло открытое первенство ЦФО по современному танцевальному направлению. Традиционно этот конкурс наполнен заводной музыкой, яркими костюмами и блистательными движениями. Не смогла устоять на месте и наш корреспондент Мария Шумейкина. На паркете атмосфера наколена до предела. Танцоры снова и снова отрабатывают движения, ведь конкуренция большая. Сражаются участники из 8 регионов, а количество танцевальных стилей сосчитать невозможно. Восточные танцы – техно, диско или хип-хоп. Зачем выбирать? На открытом первенстве ЦФО есть все танцевальные направления. Самым популярным современным направлением без сомнений можно назвать хип-хоп. Однако оно и самое сложное, признаются танцоры коллектива «Виктория». Чтобы двигаться так же круто, как они, нужно быть пластичным и хорошо натренированным. В хип-хопе, как и в любом другом стиле, танцоры посредством движений тела передают эмоции. Наши герои сделали это максимально необычно. На паркет вышли мимы. Их никто так не рассматривал. На самом деле мимы очень крутые, очень сильные, стилизованные, пластичные, интересные. Эти персонажи, они лицетворяют театр и танцы. Внешний вид танцоров и оригинальные идеи действительно имеют большое значение. А еще судьи обращают внимание на чувство ритма, музыкальность и соблюдение технических особенностей танца. Ну, например, все знают, что хип-хоп отличается от диска, техно отличается от хип-хопа. Задача членов жюри определить, кто более техничный из танцоров, кто лучше подготовлен и технически, и физически. Участие в подобных соревнованиях помогает танцорам не только совершенствовать профессиональное мастерство и оставаться в прекрасной физической форме, но и открывая для них широкие возможности. Наши танцоры, они могут повышать свой рейтинг, участвуя именно в таких официальных турнирах. То есть вот это первенство города, первенство области, первенство ЦФО и чемпионат России, затем выезжают на международные соревнования. Первенство ЦФО уже в десятый раз объединило лучших танцоров из Тамбовской, Воронежской, Липецкой и других областей. И хотя борьба была напряженная, в конечном итоге они все победители. Ведь каждый показал грациозную хореографию и подарил зрителям эмоции. Мария Шумейкина, Михаил Мальцев, Тимофей Слатвицкий. Область новостей. И на этом все. Напоминаю, телефон нашей редакции 56 46 48. Звоните, если вам есть о чем рассказать. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова